Итак, друзья, стоит ли покупать квартиру в Турции? Ответ на этот вопрос зависит от ваших целей. Первая цель – это ПМЖ. Если вы действительно готовы переехать в Турцию на ПМЖ или же получить второе гражданство, тогда стоит рассмотреть возможность покупки квартиры в городе Мерсин. Стоимость недвижимости здесь несколько дешевле относительно раскрученных курортов на Средиземноморском побережье, но вы получаете доступ к хорошей турецкой инфраструктуре. Обилие магазинов, базаров, бесплатные школы и детские сады, хорошая благоустроенная уже городская инфраструктура, вешей доступности моря – все это про Мерсин. Мерсин – это малоизвестный, но активно развивающийся город. Кто-то скажет, что цены в Мерсине сейчас активно подросли, и это действительно так. Последние три года наблюдается активный рост цен. Но это лишний раз подтверждает, что регион интересен для инвестиций, регион интересен для переезда на ПМЖ, и цены пропорционально растут не только в Мерсине, но и в привычной всем Анталии и Алании, и конкурирующих странах, которые я называла ранее – это Азия, Западная Европа и Арабские Эмираты. Вторая цель – это инвестиции, вложение в инвестиции для заработка. Естественно, вкладываться нужно в новые проекты, те, которые только начинаются, то есть в проекты с котловами. Строительная компания «Ивкемьяпы» на данный момент реализовывает 14 активных объектов строительства, и нам есть что предложить вам. Но также в скором времени у нас появятся новые объекты строительства, так что следите внимательно за нашими выпусками. Как только у нас появится вся необходимая информация, мы обязательно ее с вами поделимся. Итак, друзья, давайте подытожим. Чем хорош город Мерсин, и почему именно здесь стоит покупать квартиру? В окрестностях Мерсина строится первая атомная электростанция, которая несет градообразующую функцию. Развитие промышленного потенциала, образование новых рабочих мест. Это говорит о том, что недвижимость в Мерсине будет востребована, и цены на нее будут только расти. Также 3 января 2022 года было начато строительство метро. У нас скоро будет своя подземка. Это тоже говорит о развитии города, о необходимости разгрузить наземный транспорт. В скором времени, я надеюсь, так и будет. И самое главное, нашумевшее событие, это открытие международного аэропорта. Наш представитель несколько дней назад посещал аэропорт. Он подтвердил информацию о том, что открытие действительно состоится 29 октября 2022 года. Приедет президент страны и торжественно перережет леточку. Но первые полеты будут выполняться уже ближе к Новому году. Подготовлены рекламные буклеты. Там есть дизайн аэропорта, какие рейсы он будет выполнять. Но всю эту информацию мы подкрепим позже, так как у нас еще не готов, не смонтирован материал, который удалось отснять нашему сотруднику. Я надеюсь, что вся вышеизложенная информация была для вас полезной. Оставайтесь с нами, следите за ходом строительства наших объектов и получайте полезную новую информацию. Мы стараемся для вас. Если вам все нравится, жмите пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. С вами была Алина, строительная компания «Элькемлипы». Пока-пока, хорошего вечера! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok